Рыба, приветствую вас! Давайте вместе с вами посмотрим ваш расклад на февраль месяц. Что вас ожидает? Первая карта для вас это карта Тусь Кубку. Наполнение своей чаши, наполнение своих эмоций, чувств. У вас даже в начале месяца уже это происходит. Для некоторых здесь я хочу, тех, которые одиночек, здесь может быть появление новых отношений, новые знакомства, новые какие-то чувства. Для тех, которые уже стабильные отношения, здесь как будто у вас наполняется чаша, как будто что-то новое у вас происходит в отношении. Давайте посмотрим следующую карту на начало месяца Тусь Пентакль. Здесь у вас идет и наполнение именно по чувству, по эмоции, по любви. Здесь идет и у вас новый какой-то шанс, знаете, мои дорогие рыбы, шанс и в любви сказать, и в отношения построить, и в работе. Вы достигаете какие-то новые вершины, какие-то новые шансы в вашей жизни. Здесь как бы новые, даже по здоровью что-то у вас в улучшение идет. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца Королева Жезлов. А Королева Жезлов показывает, почему? Потому что вы благородная женщина. Если сказать про женщину, вы благородная. Вы можете, даже человек может, знаете, какие-то ошибки в своей жизни допустили по отношению, но вы можете это простить. Благодаря вашей благородности у вас идет наполнение. И по финансы становится лучше, и по отношению, по чувству. Если сказать про мужчины, благодаря такой женщине, которая находится рядом с вами, благодаря вот такой женщине у вас получится улучшение финансов ваших отношений. Для одиночек я хочу, что может быть мужчина познакомитесь с такой женщиной в начале февраля, когда вам приведет к чувствам, по работе, по карельной лестнице, какое-то именно повышение. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта Семерка Мечей. Семерка Мечей, обращайте внимание, на середине месяца, знаете, у вас в начале все происходит хорошо. В начале все отлично происходит. Но в середине как будто из вас уходит энергия, у вас как будто уходят ваши силы. Здесь самое главное понимать, какие люди рядом с вами. Здесь есть такие люди, как энергетические вампиры, когда из вас украдут. Хотя могут в лицо одно вам говорить, а за спиной совсем другое. Здесь просто вы должны понимать, что вы должны вычеркнуть. Здесь могут быть даже такие люди, которые из вашей семьи, которые близкие люди, которые вы доверяете, которые вы любите, которые, может быть, это даже, если сказать, для женщин, это как будто ваш человек, любимый человек. И здесь у вас как будто, вы знаете, может быть то, что из-за этого человека уходит как ваша энергия. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это Восьмерка Кубка. Вы знаете, вот на середине у вас почему уходит, может быть, такая энергия из вас? Потому что вы всё-таки не можете оставлять ваше прошлое. Вы не можете пока отпускать ваше прошлое. Вы пока держите за неё. Вам просто самое главное понимать, что, знаете, Вселенная даётся вам новый шанс. Вам даёт, может, новый, для тех, которые после каких-то расставаний. Здесь Вселенная даёт новое что-то построить, улучшить у вас жизнь. Но вы как будто держитесь за своё прошлое. Вы как будто не отпускаете его. Вы как будто тянетесь за это прошлое. Из-за этого у вас и уходит вот эта энергия. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта — Колесо Фортуна. Фортуна, она будет на вашей стороне на протяжении, вот именно в середине месяца она будет в вас. Она даст вам новые возможности, новый какой-то шанс. Но всё зависит, как вы будете поступать. Всё зависит, как вы будете относиться даже благородно по отношению к вам и по отношению к людям, которые рядом с вами. Всё зависит только от ваших действий. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам Высшая Сила подсказывает. Король Пентакль. Король Пентакль показывает, почему, как я и сказала, для тех, которые в отношении. Из-за этого мужчины у вас как будто уходит эта энергия. Это человек, который для вас, это как ваш муж, ваш стабильный мужчина. И знаете, может быть то, что человек вас предал. Вы пока ещё не... Может даже человек предал вас, обманул, по-хитрому с вами поступил. Может даже человек обманывает, если вы находитесь то, что он любит, то что он... Но он как будто держится, да? Как бы не хочет отпускать вас, да? Потому что понимаешь, что благодаря вам он получает вот эту энергию, да? Эту, знаете, энергию финанса, энергию любви. И он поднимается как самого личности, да? Если сказать, для женщины, которые, знаете, которые будут иметь возможность отпускать своё проживание, здесь может быть то, что знакомство с новым человеком, да? Более стабильного, более благородного, более, знаете, когда знает, знаете, что какие-то, знаете, знания есть, когда он может что-то как-то помочь, да? Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это рыцарь мечей. Рыцарь мечей показывает даже то, что вы горите изнутри, вы идёте к своим целям, вы достигаете свои возможности, да? Здесь в вашей жизни может даже иногда вот пройти вот такие всегда жизненные какие-то уроки, да? Вас как будто проверяют всегда, да? Как будто вы, вы знаете, может здесь, да, здесь даётся новый шанс, но здесь нужно отпускать своё прошлое, да? Убрать что-то прошлое из вашей жизни. Но то, что вы стараетесь и не отпускайте руки, и то, что вы идёте к своим цели, это однозначно уже под конец месяца. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета, что вам высшие силы. Вот самое главное не привязать к своём прошлое, самое главное отпустить. Для некоторых я хочу сказать, что это как любовная привязка, да? Вот вы, может быть, то, что расстались с человеком, но пока до сих пор в вашем голове человек вы не отпускали, ваше сердце пока ещё не отпускало. Вы знаете, привязаны даже если к той работе, если для тех, которые женщины, мужчины, вы как будто пока не можете отпускать, вот пока вы не можете уходить от этого. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...